Безопасность на дорогах или сохранность собственного автомобиля, польза и вред использования так называемых химреагентов. По мнению специалистов, это самый эффективный способ борьбы с колейностью на дорогах. В последнее время жалоб со стороны водителей по этому поводу достаточно. Кроме того, неровности зачастую становятся причиной аварии. Есть ли другие варианты решения проблемы, выяснял мой коллега Иван Кутенников. Один из самых проблемных участков окружной столицы – дорога в сторону аэропорта. Нареканий качества и уборки у местных водителей действительно хватает. Эта дорога федерального значения, за содержание которой отвечает компания «Карьер» из Республики Коми. Четырехкилометровый участок от улицы Первомайской до аэропорта находится на балансе Росавтодора. Федеральное казенное учреждение управдор Прикамья – заказчик объекта. В прошлом году они провели аукцион на пятилетнее содержание дороги. Выиграли его как раз компания «Карьер». Этот кусок дороги, он входил в большой лот по содержанию объектов дорожного хозяйства. Там, по-моему, порядка двухсот километров дороги на территорию Республики Коми. И четыре километра туда попали мы. Причем мы неоднократно поднимали вопрос, чтобы мы выходили одним лотом. Что, во-первых, это могли быть наши учреждения, какие-то окружные, у которых здесь есть техника и прочее, прочее, прочее. Но им так проще. Им проще к своим двухсот километрам четыре приплюсовать, а как на самом деле подрядчик будет осуществлять их уборку, их уже не волнует. Комментарий от руководства компании по проблеме качества уборки дороги нам получить не удалось. В профильном департаменте пояснили. Все, что могут сделать специалисты, лишь звонить и писать заказчику с требованиями контроля за дорогой. Были обращения в прокуратуру, затем проверки и даже предписания. Обсуждалась и возможность передачи объектов в собственность округа. Но для этого сначала участок необходимо привести в нормативное состояние. Потому что если мы сейчас эту дорогу на себя примем в том сфере, в котором у нас сейчас есть, у нас возникнет сразу куча нюансов и моментов. То есть все те штрафные санкции, вся та ответственность за неправильные выезды, несоответствующие ограждения, неправильные остановочные пункты. То есть весь комплекс объектов дорожного хозяйства, который можно перечислить, связанный с этой дорогой, все лягут на наши плечи. У нас на это сейчас нет ни проекта и не заложены в бюджете деньги. В первую очередь автолюбители сейчас беспокоят так называемая колейность на дорогах. И не только на участке от Первомайской и до аэропорта. Специалисты говорят, едва ли не единственное решение проблемы – использование химических реагентов. Вот только водители в большинстве своем с этим категорически не согласны. Есть участок проблемный, ближе к садику. Я технику вечерами вижу, работают, но колея, конечно, присутствуют. Не ставим, бывает. Один из способов, как говорят дорожники-специалисты, это посыпка химреагентами. А вы, как водитель, как химреагент? Категорически против. Почему? Потому что это все-таки сказывается на салоне автомобиля, то есть на кузове, на резиновых каких-то моментах. То есть против? Есть вообще неприличная колея. Это где? Ну, как вот сказать вам. Вот в районе Сахалина, вот здесь вот. Бывает, что, знаешь, вот подкидывают, скидывают. На мостах. А так-то в основном дорога такая. Вот здесь, в Фариверской, в сторону аэропорта? В сторону аэропорта, вот здесь вообще, вот. Особенно вот этот вот участок, вот. От гаражей и сюда. Колейность очень опасна. Но соскребать снег до основания с помощью грейдеров тоже не выход. Должно быть использоваться некое средство, которое позволит этот снег, накатанный, да, уже, за чего образуется колейность, да, позволит его разрыхлить. Это только реагенты. Мы это отчетливо понимаем, боремся сейчас с возможностью, так сказать, попытаться все-таки обойтись без них, но всегда возникает вопрос, а что мы оставим после себя. После себя мы тогда просто убьем весь асфальт. По словам Ивана Глазунова, использовать химреагент необходимо максимально осторожно и внимательно. В этом случае такого разрушающего эффекта для транспорта, обуви, да и в целом для экологии не будет. Правда, водители в случае, если в Наринмаре все же начнут применять противогололедные средства, видимо, вряд ли будут в восторге. Иван Кутеников, Игорь Тарасевич, Телеканал Север.